Дневной разворот Пойдет о базальной имплантации О чем, о чем? Это что-то, видимо, связано с зубами После 14 еще раз напоминаю На мой вопрос ответ я получу только после 14 Да, и слушатели тоже После 13 часов программы «Союз нерушимый» У нас в гостях там сегодня будет Тамерлан Нукзаров Который приходил в прошлую пятницу Классный, дядька, классный вообще Руководитель, основатель цирка «Легенда» Который продолжает гастроли в нашем 76 лет джигиту И мы сегодня в программе «Союз нерушимый» Как это положено, будем говорить о Кавказе, о лошадях О значении, собственно, этих животных Жизни мужчин Ну и так далее, и тому подобное Программа «Культпоход» тоже состоится Это еще и розыгрыш, напоминаем, всевозможных подарков Там к нам придут кто? Вятская филармония, они открывают сезон Поэтому неудивительно, что два главных Два главных дирижера из нашей филармонии Константин Баслюк Это дирижер вятского симфонического и вятского камерного оркестра Александр Чубаров Дирижер вятского оркестра русских народных инструментов Имени Шаляпина Будут сегодня у нас в студии Ну а в программе «Дневной разворот» Прямо сейчас мы начинаем поднимать тему Которая касается абсолютно каждого из нас Ну, пожалуй, за исключением тех, кто живет в своем доме С автономной системой отопления То есть ты предлагаешь поговорить на горячую тему На горячую тему, чтобы согреться всем, да? Вот у нас, кстати, в редакции Я сегодня только заметил, что трубы-то потеплели Итак, начало отопительного сезона Сложности, связанные с этой темой Сегодня все обсудим достаточно подробно Наши гости Сергей Береснев Директор Кировского филиала компании «Т-Плюс» Сергей Александрович, добрый день Добрый день Олег Прохоренко Руководитель пресс-службы Кировского филиала «Т-Плюс» Олег Да, добрый день всем Добрый день И Денис Ерохин Председатель комиссии по транспорту Жилищно-коммунальному комплексу Экологии и безопасности Жизнедеятельности Кировской городской думы Денис Добрый день Добрый день Давайте начнем с вопроса Как договорились Вопрос, который интересует Тысячи и тысячи жителей Когда, собственно, потеплеют батареи в квартирах Сергей Александрович Да, коллеги, добрый день Хочу сказать о том, что 25 сентября Администрации города Кирова Было подписано постановление о начале отопительного сезона Где нам поручается издать график подключения И по этому графику идти 25 числа, как и было предписано Мы этот график опубликовали 26-27 Давайте повторим, где можно посмотреть Потому что я накануне в социальных сетях смотрел Люди На сайте администрации города График опубликован Так как они являются распорядителями Старта отопительного сезона Ход вата Мы не размещали Для того, чтобы не было каких-то там разночтений Разногласий График все-таки опубликован на сайте Сайт администрации города Слушатели, возьмите на заметку Да, 26-27 Это были первые два дня запуска отопления в городе Кирове По плану мы должны были запустить примерно 1100 жилых домов И на сегодняшний момент мы подводим итог Предварительно с теми, с кем нам удалось дозвониться Уточнить запущенное или не запущенное отопление Это примерно 1036 Это какой процент от общего жилого фонда? У нас общий жилой фонд порядка 4200 То есть Многоквартирных домов Да, это примерно четверть мы запустили за первые два дня Но кроме этого у нас вступительный сезон для бюджетных социальных учреждений Стартовал чуть раньше И по вот этой части я, наверное, готов вам тоже доложить По учебным заведениям из 103 учебных заведений у нас осталось запустить два По детским садам 138 запущено 5 в эти выходные И по здравоохранению 55 в учреждениях запущено Одно будет запущено тоже в выходные Вот именно по детским учебным, дошкольным учреждениям и учреждениям здравоохранения У нас остались те учреждения, которые зависят от завершения перекладки В выходные мы завершаем эту крупную летнюю эпопею То есть много переложено, я думаю, чуть позже я вам тоже об этом положу И в выходные мы запустим все бюджетные учреждения А сейчас в детские сады мы свои электрообогреватели поставили Это те, в которых нет Масляные закрытого типа Вчера специальные вопросы уточняли Потому что с точки зрения безопасности нельзя там открытые обогреватели ставить Вот такой же, как у меня дома Да Масляные закрытого типа Вы не первый год вам берете Не первый год, а на обязанности берете Мы третий год берем на себя эту обязанность И ее, конечно, несем Потому что надо завершить Но хочу сказать следующее По приказу Министерства энергетики Это, между прочим, отопительный сезон начинается в городах Когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов в течение 5 дней У нас отопительный сезон начался там 25 числа у нас еще не было ниже 8 градусов А 26-27 вот эти два дня было ниже 8 градусов То есть мы идем, опять же, с опережением приказа Минэнерго по запуску городов Кстати, вот этот норматив 8 градусов в течение 5 соток Он достаточно горячо обсуждается Когда мы начинаем замерзать немножко в своих квартирах Денис, может быть, менять все-таки эти подходы? Это Минэнерго Российской Федерации А, Минэнерго, да Это Минэнерго, да То есть мы не сможем при всем желании на городской думе это изменить Но я хочу сказать о том, что это, наверное, та точка, где мы определяем Что уже на самом деле край, это уже пора Для кого-то кто-то хочет из граждан включиться пораньше И у него есть такая возможность Кто-то хочет из граждан не включаться подольше, чтобы сэкономить на своем кошельке И вот здесь как раз государство регулирует Вот включение отопления По городу мы идем чуть раньше Ровно так же было и по учреждениям социальной сферы То есть там же включение происходило по заявкам И кто-то для того, чтобы сэкономить бюджетные средства Просто заявки подавал позже Ну если есть возможность И если проведены энергосберегающие мероприятия То понятно, что, наверное, лучше подождать, меньше заплатить Что касается еще социальных объектов, медицинских, детских и прочих рождений Это правда, что зачастую начать у них пораньше Отопительный сезон не получается Из-за того, что вот сеть так устроена И не только запитан вот один детский сад Но еще и ближайшие дома все-таки приходится Подключать, а там при этом есть какие-то проблемы Если встроенное помещение, то они у нас идут тоже в основном распоряжении Подключаем вместе с встроенными домами Ну, вместе с домами Есть такие детские сады, я знаю там в комментариях Предположим, где в первом этаже здания детский сад И здание запускается тоже вместе с детским садом То есть раньше запускается? Раньше Раньше запускается Но это больше к учреждениям здравоохранения относятся Где-то библиотеки встроенные, есть дома Так что ближе к этой части относятся Там детских садов немного Итак, перед перерывом небольшим Давайте под итог небольшой подведем В эти выходные, грядущие 29 и 30 сентября Вы полностью должны завершить Нет, не так Если отчитывать 10 дней Да, 10 дней со среды получается Мы 25-го опубликовали Я просто сейчас пытаюсь выяснить дату Когда собственно 27-й, 2-й день 28-й, 3-й, 4-й, 5-й Ну, 10 дней давайте отчитывать Ну, где-то 5-го октября, да, получается 10 дней? Да, примерно До 5-го октября должен быть весь город подключен Да? Да, точно так А в эти выходные, так я понял, что вы закладываете перекладку В эти выходные мы заканчиваем перекладку И весь бюджет у нас будет подключен Давайте о том, как проходила перекладка И что это такое Поговорим уже после небольшой паузы Прервимся Николай, давайте еще разочек Ну, мы продолжаем разговор Да, у нас сегодня тема горячая Это, во-первых, начало отопительного сезона О котором мы говорили первые, так скажем, 14 минут 10 минут нашей программы Будем говорить вообще об итогах лентей ремонтной компании КТК Как что происходило По состоянию тепловых сетей По тем многим жалобам, которые поступали На длительное отключение горячего Мы тоже, наверное, об этом сегодня поговорим Тем более, что возможность есть У нас в гостях сегодня Генеральный, это я генеральный А к нам просто директор Кировского филиала Т-Плюс Сергей Береснев Денис Херохин, председатель комиссии по транспорту Жилищно-коммунальному комплексу Экологии и безопасности Кировской государственной думы И Олег Прохоренко Государственная дума Ой, Кировской городской думы Повысили Генеральный директор Раз я генеральный директор, то, конечно, только госдума Спасибо Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс Так, давайте про ремонтную компанию Погоди, я просто поясню, почему Сегодня день генерального директора Это не ж праздник Праздник, хочется и больше государственной думы и всего такого Замена теплосетей Собственно, сколько результаты Количественные, качественные показатели Давайте сейчас осветим Да, коллеги В этом году мы проводили реконструкцию по 33 объектам Это Киров и Кирово-Чепецк Я думаю, что Кирово-Чепецк нас тоже сейчас слышит И часть работ по Кирово-Чепецку еще продолжается Но, тем не менее, кстати, сегодня вышло постановление администрации города Кирово-Чепецка О начале отопительного сезона Поздравляем, Чепчан Поздравляем, сегодня также стартует запуск города Я думаю, что в ближайшие несколько дней у нас Чепецк запустится В Чепецке ситуация чуть лучше С дефектами гораздо проще Он чуть новее, чуть суше Чепецку, наверное, в этом вопросе Да, он и поменьше будет В общем, переезжаем в Чепецк Меняли трассы Из ключевых интересных трасс Это мы на Шинников заканчиваем Практически трехлетний объем перекладки Интересная трасса Сейчас в эти выходные должны запустить трассу по Сормовской Там как раз два детских садика С Лепси, Сормовская, Мира Монтажников Там монтажников Сормовская там надземная трасса Нет, Сормовская, подземная Вот по Сормовской мы, конечно, столкнулись с большой проблемой Это родники И отвод этих родниковых вод в ливневую канализацию То есть там все плавает, да, подземная? Там все плавает, и даже не то, что под землей На уровне полутора метров Нас, в принципе, подтапливало И сейчас мы вот эти проблемы решали Там порядка восьми родников было Там подрядчик отдельно строил Не включенные в программу Колодцы для отвода этой воды Ну, пришлось, потому что иначе работать было Сварочная работа есть и не вода Насколько это удорожило? Изначальные расчеты Пока мы не говорим про удорожание Но это удорожило Мы вписываемся в те лимиты, которые нам выделены В этом году попробовали закончить также комплексную перекладку По улице производственная в районе 10-го дома То есть это также второй год мы занимаемся этой частью В прошлом году во дворе переложили Сейчас заканчиваем фасадную перекладку То есть я считаю, что к этим домам мы лет 30-40 больше не подойдем Потому что надежность обеспечена Переложена в соответствии с действующими нормативами Сталь в ППУ изоляции А внутри, во дворе Это у нас из-за профлекса Это пластик То есть там будет все отлично В этом году из интересного Мы продолжаем работу, начатую в прошлом году Мы меняем теплообменники в ЦТП Центральные тепловые пункты Которые находятся в крупных микрорайонах Сосредоточения домов Они обеспечивают горячей водой и отоплением Вот как раз эти близлежащие дома И конечно вот состояние теплообменников А их не меняли с момента строительства Зависит то, какого качества придет вода Горячая вода, отопление для жителей И здесь в этом году мы меняем Милицейская 62, Конева 5, Черца 17, Черца 30 Карломаркса 167, Карломаркса 138 Производство на 15, дробь 3, Свободу 170 Вот по этим адресам теплообменники Будут уже заменены Почему именно такой список? Почему именно эти объекты выбраны? В прошлом году брали самое плачевное? В прошлом году брали самое плачевное И мы городу доказывали, что это в обязательном порядке Надо делать, потому что качественные ресурсы Граждане не получат А это по уходящему список То есть они тоже плачевные У нас до сих пор, там, каждую неделю Мы отключаем часть ЦТП Из-за того, что трубки, которые в теплообменниках находятся Они уже в неудовлетворительном состоянии Их постоянно рвет Они наполовину забиты Забиты, закоксованы У нас уже план на следующий год тоже есть Вот для понимания, что конкретно жителям-то это дают? Что такое, скажем, что такое теплообменник? Смотрите, мы по нашим магистральным сетям Поставляем тепловой ресурс Раздаем по городу Кирову Это как вены артерии в организме А далее Приготовить именно 60 градусов Для близлежащих домов Вот как раз Горячую воду Вот как раз этим занимаются теплообменники Чтобы ровно отнять столько И подать столько Чтобы у граждан была нормативной температурой горячая вода Чтобы еще раз понимали жители У них в домах горячая вода Это та же холодная вода Но подогретая в теплообменнике Либо внутри дома, либо внутри ЦТП А теплоноситель СТЭЦ Он возвращается обратно на ТЭЦ Но уже охлажденный Он не идет в краны Ваши краны В ЦТП берется питьевая вода Кировских коммунальных систем Которая подается в том числе и в дома Она нагревается за счет нашего теплоносителя И вот питьевого качества вода идет в дома А наши ресурсы идут в охлажденную обратно на станцию Эта работа по замене теплообменников будет продолжаться? Да И в последующие годы? И в последующие годы? Сколько всего предстоит заменить? Вот то, что вы перечислили Это какой примерно процент? Это немного Это немного Потому что мы начали в прошлом году В прошлом году мы, по-моему, отработали по 5 или 6 ЦТП Сейчас по памяти скажу Нет, в прошлом году 8 было В этом году 6 Это примерно процентов, наверное, 8 От всех 200 с лишним ЦТП у города Кирова Да, да Ну и, опять же, возвращаясь к нашим ЦТП То есть ЦТП готовит не только горячую воду, но и отопление У нас на сегодняшний момент Из 227 ЦТП включено в работу 94 То есть это, опять же, наш персонал обходит, включает, смотрит параметры То есть каждый день у нас добавляется включенное ЦТП И каждый день добавляется количество домов, которые могут включиться по отоплению Давайте поговорим о самых проблемных местах С чем пришлось столкнуться Сергей Александрович, где самые большие трудозатраты были? Ну, смотрите, мы в этот... По отношению к прошлому и даже позапрошлому году Мы видим изменения по ремонтной кампании То есть если мы ранее видели о том, что это точечная коррозия, это внешняя коррозия Это прокапывание между негерметичностью лотков Труба в этом месте точечно коррозирует, внешняя коррозия То мы достаточно быстро и оперативно вскрывали Устраняли этот дефект, проводили ремонт Либо вставка, либо установка заплаты Что подходит по технологической схеме И дальше переходили на устранение других ремонтов В этом году, если в прошлом году мы устранили на 25 сентября 3589 дефектов То в этом году устранили 3405 Вроде как бы ниже на 5% Ну, примерно на одном Ниже на 5% По численности, да? По численности, да В этом году 20,4% То есть мы больше на 19% переложили трубы Это о чем говорит, о том, что мы вскрываем участок Видим о том, что коррозия идет достаточно обширная Нам до живой трубы мы должны это переложить Есть участки, допустим, улица Красноармейская Мы в прошлом году там делали в плановом порядке Во вне плановом порядке Два участка по техперевооружению В этом году мы по программе ремонтов Протянули дальше от улицы Ленина В сторону плазмы крови Там офиса То есть тоже большой кусок работы мы сделали Причем это не было в рамках программы техперевооружения Это мы были вынуждены сделать Потому что зиму этот участок мог не выходить Да, то есть вот видим, что акцент смещается на наибольшую перекладку теплосетей Это первая часть И вторая часть – это внешняя история Мы видим, что часть промышленных предприятий отказываются от генерации Так произошло с Новоавиатским лыжным комбинатом Они отказались от эксплуатации своей котельной И в очень ограниченное время В апреле месяце нам пришло поручение от администрации города Кирова Мы были вынуждены взять на себя работы по реконструкции муниципальной котельной 8.2 По перекладке четырех трубки Это 300 метров по каналу Это примерно 1200 метров трубной части Для того, чтобы расшить и обеспечить подачу горячей воды и отопления Новоавиатским То есть этот факт говорит о том, что Наверное, мы могли бы сделать что-то в городе чуть больше Но город... Тут получается дополнительная работа вышла Но Новоавиатск это тоже город Новоавиатск это тоже город И мы обязаны обеспечить отоплением граждан Так что вот еще такие факторы Отвлекающие Не то, что отвлекающие Это наша работа Ну там на совесть сделали На Новоавиатском районе Там все будет работать Мы выезжали туда не так давно С главой администрации города Кирова Постановлен большой котел На 12 гигакалорий часовых Который обеспечит этот район Переброс нагрузки с лыжного комбината И даже резерв на запуск И дальнейшее строительство В этом микрорайоне Новых домов Может быть новых предприятий Или что-то еще Да, там с резервом это сделано Нужно сказать, что отопление там уже есть Да, отопление на месте Котельное отопление подает Сегодня товарищ приезжал Сказал у нас дома тепло Если есть небольшие отключения То это отключение Как раз по дефектам Уже на дома Близ домов точно нет Новой теплотрассы Точечная история Это в течение нескольких дней Будет устраняться Ну и из всех котельных Которые мы обслуживаем Из 19 котельных У нас сегодня запускаем Последнюю котельную по улице Заводской Там, по-моему, два дома От этой котельной питаются И у нас все котельные Будут запущены в работу Перед тем, как у тебя на рекламу Я хочу задать все-таки Вот еще такой насущный И часто распространенный вопрос Понимаю, что немножко не ваша епархия Но все-таки Вот если создастся опять такая ситуация А это у нас есть Из года в год Человек видит, да, вот в этом графике Что его дом должен быть подключен К отоплению такого-то числа Ну, такой-то день После начала старта отопительного сезона Но тепла нет Куда обращаться? В свою управляющую компанию? Да? В первую очередь В свою управляющую компанию Потому что взаимосвязь граждан с нами Происходит через управляющую компанию Управляющая компания для этого И служит для того, чтобы Подать все ресурсы гражданам Конечно, самое правильное И первое Обратиться в управляющую компанию А далее на наш сайт На HotWater Киров.ру Да Просто такая ситуация бывает, да Мы знаем, что Вы говорите, как ресурсники Что тепло уже стоит у вас там Проблема Что-то у вас не заключается Вчера просто в администрацию ушел список домов Из 30 объектов Список, где есть дефекты И мы знаем о том, что они есть Которые отключены из-за дефектов На принадлежащих домах Все верно На принадлежащих домах И дома либо отказываются Или намерены отказаться Но делается так, как это делается Намерены отказаться От содержания От этих сетей Да, потому что своими силами Отремонтировать не могут А сети нам еще не переданы в работу И получается, что мы Они на данный момент Бесхозные получаются Те не хотят, то вы ищем Сходом в отопительный сезон Должны будем их ремонтировать Понятно, что Вот такая история была С перекрестком МОПРа-Володарского В прошлом году Пришлось перекладывать Тоже несколько десятков метров теплотрассы Нынче такая история Вот уже по Чапаеву-11 Нас замучили запросами С этого дома И это правильно, да Но сети нам не принадлежат И не переданы в обслуживании И мы знаем, что там есть дефекты Если мы туда Туда начнем влазить Скорее всего Нужно будет перекладывать Несколько десятков метров А это отвлечение От тех работ Которые у нас в планах стоят Уже значатся Ну вот такая проблема тоже есть Чапаева-11 Это недалеко от Воровского Да, да Недалеко от Воровского Те этаж или девятиэтаж Это большой Большой такой дом Не скажу точно Там здоровая дома стоит Да Хорошо, давайте сейчас на рекламу Прервемся Нужно это сделать Сергей Береснев Директор Кировского филиала Т-Плюс Олег Прохоренко Руководитель пресс-службы Этой компании И Денис Ерохин Депутат Кировской Гурдум Председатель комиссии По транспорту ЖКХ И другим вопросам Реклама Давайте продолжать нашу беседу Денис Подключайтесь К нашему разговору Давайте как народное избрание Да, председатель комиссии По транспорту ЖКХ Как-никак Да, вы знаете Все, что Сказал Здесь Т-плюс Это Конечно здорово Все эти перекладки сетей 17-20 километров Но По штабах нашего города Это конечно не о чем Учитывая, что Большинство сетей У нас Построены в 50-е В 60-е годы Понятно, что Качество Быстрее всего То есть Не было таких Новых материалов Которые используют Которые используются сейчас То есть Это защищенные от коррозии Само от коррозии Материалы Трубы Покрытые Полиэтиленом Утепленные Мы выезжали С депутатами Нам организовали Именно на Выезд На То, что делает Т-плюс сейчас Объекты перекладки Да, объекты 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 перекладки Но Вы знаете Тут даже Наверное, оговорка То, что Действительно Это До самом деле Это очень мало В подштабах города Это Ну, просто Ни о чем Сегодня Нужно Как-то Кардинально Подходить К замене Всей Системы Теплоснабжения Иначе Как бы Мы Все Не были Дедовольны Нашими Тепловиками Но Мы Ничего Не Сделаем Потому что У нас Все сети Ну, они На самом деле В ужасном Состоянии И Если мы Кардинально Что-то Не поменяем То Вряд ли У нас Изменится И ситуация По горячей воде Когда у нас Отключают Не на Неделю Две А на На несколько месяцев Хорошо Денис Тогда вопрос Вот 17-20 километров Мы уже услышали Это ни о чем Ну, я понимаю Хорошо По вашим оценкам Прикидкам Какая бы Ежегодная Цифра Действительно Была бы заметна В масштабах В масштабах Наверное Это в 10 раз Хотя бы То есть Под 200 километров 1700 километров Общая протяженность Да Мы помним Это цифры Почти 2000 километров Чтобы нам Кардинально Решить этот вопрос Нам надо Действительно Вот Может быть Потерпеть Потому что Большинство сетей Это проходит У нас под дорогами Потерпеть С какими-то дорогами Еще что-то Но Нам именно Переложить Все То есть Они перекладывают Сети До сегодняшнего дня Они Большинство дорог Перекрывают То есть Я думаю Что Люди с пониманием Бы отнеслись К таким Ну Таким неудобствам Скажем так Но Там еще Денис Второй вариант Возникает Дороги в том году Ремонтируют В этом году Вскрывают Ну да Кстати Это тоже вопрос Это тоже момент Такой вот этой Синхронизации Которой столько лет Уже говорят Что вроде бы Надо синхронизировать Работу Как В анекдоте Уже Примета такая есть Если Асфальт Асфальт Завтра Мужики Сломами Придут Начнут Колодцы Рубить Завтра Будут Трубы Перекладывать Ну это Анекдот Это же Видят Только Автомобилисты Но Те Жители Которые Вдруг Остались Без горячей воды Без затопления Они думают По другому О том Что им То нужен Ресурс Им Без разницы Как это происходит Но мне кажется Коллеги Такой живой диалог У нас пошел Разрешите Вот давайте Разобьем эту тему При каких условиях Мы можем Большими объемами Масштабами Перекладывать Мне казалось Что там Как бы Иногда Периодами Кажется О том Что я только Об этом Один говорю Но Я очень рад Что и Руководители Профильных Комиссий Городской думы Об этом Тоже задумываются О том Что инфраструктуру Городскую А у нас Муниципальных сетей Это большинство Там больше 800 километров Точно Надо менять 800 километров Из общей длины 1700 где-то Да Вы сказали Да То есть у нас Там почти 900 километров Муниципальной сети 400 с небольшим Нашей сети А все остальное Прочие сети То есть Которая попадает В бесхоз Которая Никто не обслуживает Или кто-то обслуживает Но не очень качественно То есть Конечно Это Смотрите Картинка На самом деле Такая Представьте себе Квартиру В старом Ветхом доме У которого Трещины по стенам Что получается Мы Клеим обои Заклеиваем эти щели Вешаем Картинки Там Расставляем мебель Как-то Затыкаем дырки Да А на самом деле Надо сначала Дом отремонтировать Вот так и здесь Мы хотим Сделать благоустроенные дворы Красивые дороги И прочее А потом Похватываемся Что блин А под землей Это трубы дырявые Может Надо начинать Снизу Да С перекладки Ветопроводных сетей С перекладки Тепловых сетей Уже потом Делать красивую картинку Потому что в противном случае Это будет неизбежно Раскопки Понятно все Но Олег Смотри Федералы выделяют деньги На ремонт дорог Почему федералам Не выделить деньги На ремонт коммуникации Под этими дорогами Надо спросить Депутата государственной Что дороги Муниципальная собственность Что сети под ними Муниципальная собственность Сделать комплексную программу Двуединую Двуединую И именно по времени Поменять Сначала сделать подземную часть А потом уже спокойно Положить Новый асфальт Чтобы музыки сломали Когда мы с членами Центра общественного контроля Выезжали в Ижевск Там программа Концессии действует Уже два года Там подход именно такой Что ребят Дворы Мы понимаем Вы подали заявку Все хорошо У вас красивая заявка Проект Но мы не выделим денег Потому что там Через два года По планам Переложить все здесь И потом уже Давайте делать Благоустройство И комфортные два Нет Вот это на самом деле Очень правильная история Когда Действительно Смысл Закатывать дворы Вкладывать туда Бюджетные деньги Или вот как Получилось по улице Свободы например Да То есть в том году Ее сделали Хотя она была Не самая худшая улица В городе Ну местами-то она была Нехороша конечно Ну нехороша Но это можно было сделать Свободы в районе От Тваровского До Горбачева Ну там В Междуорловске Горбачево где-то В этом году Там полностью Перекладывают Трубы Понятно что это здорово Но вот какая-то Синхронность Чтобы не было Таких не знаю Самых похорон Ну это что получается Лишняя трата денег Ну это просто да Все как бы Заработались Все что делали в прошлом году Сделали зря Ну выход Давайте выход ищем Какой Выход Во-первых Необходимо действительно Как вы говорите Привлекать в том числе Наверное какие-то Федеральные деньги Необходимо Обсуждать вариант Концессии В том или В другом виде Что мы Наверное будем делать Уже наверное в октябре Мы в смысле На уровне городской думы Да на уровне городской думы Нам обещали Представить какой-то проект Администрация Необходимо По другому Наверное никак Потому что Мы можем Я еще раз повторюсь Сколько угодно Жаловаться Ругать Звонить Писать там В прокуратуру Там еще куда-то Но Если трубы В земле сгнили То чудес не бывает По ним вода не потечет Ни вода Ни тепло Ничего Поэтому тут Надо просто Действительно подходить Взять примеры Примеры соседей Вот этого же Ижевска Как Олег сейчас Только что Сказал Не выделять деньги Там где И выделять комплекс У нас об этом И губернатор говорит Что Двор Если заходить То делать все под ключ Именно Начинать С под земли Поэтому Единственное Что я Чтобы обратил Внимание Что мне кажется В силах На сегодняшний день Сделать Т плюсом Это Вот Произошел Переход На прямые расчеты Это абсолютно Правильно На мой взгляд История Потому что Иначе Указ президентский Был Да И управляющие Компании Я так понимаю Что они Нет-нет Банкротятся Не рассчитываются Одна история Довольно частный случай Управляющая компания У них Она у всех У нас Самая на слуху Поэтому Не обеспечен На мой взгляд Вот Возможность Населения Куда-то прийти И обратиться По-моему Два пункта Сергей На Дериндяево И Новоросско Буквально Недавно Я заезжал На Дериндяево Взял талончик Перерасчет Куда чаще всего Люди обращаются По этому вопросу На талончике 161 Был В очереди Ну То есть Это Из области фантастики Там люди стоят По 3 По 4 часа В основном Это Бабушки То есть Люди пожилые Это люди У которых есть Время И кому важно Действительно Там перерасчет Там 100 рублей 200 рублей Поэтому На мой взгляд Вот Это в силах Сделать Т плюс А вот это Наверное Единственное За что их можно На сегодняшний день Поругать А Все остальные Вещи Я просто считаю Что их надо Именно Вот 17-20 километров Нас Не спасут Ни 17 Ни 20 Нас Спасет В 5 В 10 Раз Больше Иначе Когда-то Мы Просто Не добежим То есть Вот Когда-то Когда хлопнет Грянет Так Когда хлопнет Грянет Так И вот Этой дистанции Нам просто Не хватит Нам даже 25 30 Не хватит То есть Мы Когда-то Все равно Встанем Поэтому Я считаю Что об этом Нас задумываться Всем На уровне Области На уровне Города И Совместно Как-то Делать Все возможное Чтобы Не оставить Тем более Зима у нас Бывает И по 30 градусов Зачастую Бывают И по 40 Ну Это редко Но тем не менее Бывает И по 40 И то И другое Как говорится Хрен Речки Не слаще Да Поэтому Я думаю Что тут Надо Именно Комплексно Сергей Александрович Я Полностью Принимаю На нашу Компанию Вот это Нарекание По организации Работы С гражданами Почему Потому что Ну Во-первых Опять же Говорим Сменилось Законодательство И мы Не имели Права Заключать Договоры Подачи Ресурса С управляющими Компаниями Имеющими Серьезную Задолженность И выходили На прямые Расчеты Правда Это была Вынужденная Мера Потому что Управляющие Компании ТСЖ Накопили Задолженность Порядка 2,6 Десятых Миллиарда Рублей За электроэнергию За поставку Теплового Ресурса Наверное Граждане Платили И платят Чуть больше Чем мы Получаем И поэтому Дело У нас И УВД Работает И уголовные Дела Возбуждались Против управляющих Компаний Когда они Эти денежные Средства Куда-то В другое Место Отправляли Вот И Это была Вынужденная Мера Перейти Массово На прямые Расчеты Да Мы Перешли Теперь Видим Что Там Те управляющие Компании Крупная Управляющая Компания Допустим Ленинская Управляющая Компания Она Перешла На прямые Расчеты Мы Зафиксирована Сумма Долга Которая Сложилась За предыдущие Годы Да Они Наверное Тихонько Будут Ее В течение Четырех Лет Гасить А договоренности У нас Такие Есть Для того Чтобы Они Могли Выполнять Текущие Объемы Ремонтных Работ По Этому Жилому Фонду Но На нас Обрушилась Конечно Волна Жалоб Граждан Почему Потому что База Которая Была Передана От тех Управляющих Компаний Она Или не База потребителей От площадей С реестром Работали Смотрели Откуда Мы можем Эту информацию Взять Да Возможно Были Неточности В первое Время Эти Неточности Были Но Это Временная Мера Мы Я думаю Что Перешагнем Наверное Через Полмесяца Месяца У нас Таких Массовых Жалоб Уже Не будет Две Полторы Минуты Остается До конца Про горячую Воду Еще Ничего Не сказали Или Это Все В соцсетях Много Еще До сих пор Обращений Несколько Месяцев Массовые Обращения Есть Мы видим Хатватер Обращаются Называют Нас Бесчеловечными Людьми Скажу Что Не так И в тепловых Сетях Работают Наоборот Человечные Люди Которые До 6 До 7 До 8 Вечера Работают Выходные Работают Но У нас Как я Говорил Выступал Перед Депутатами Городской Думы У нас Осталось 166 Домов Отключенных По горячей Воде И 70 Домов Отключенных По реконструкциям Которые Завершаются В эти выходные 72 Мы понятно Как включаем По 162 Домам График Расписан Имеется И представлен В администрацию Города Но К сожалению Сейчас Мы запускаем Город По отоплению И горячую воду Эти дефекты Ремонтируем Попутно И Полностью Мы Выйдем С Вот эту волну Мы собьем К 15 Октября По этому Графику Мы Пока движемся По нему Несколько дней Уже Сколько домов Остаются До 15 Октября 100 Нет Смотрите Вот из 162 домов Которые были Часть домов Уже включились Потому что Три дня Мы уже По этому Графику Работаем Какие Это появляются Вновь Но это Порядок Такой Что они В любом случае Будут появляться От дефектов Я хочу сказать Что это всего 3,5% От общего количества Домов Наверное Это не Не самая страшная История 3,5% Но для нас Важен Каждый дом И конечно Мы Дойдем И все Эти дефекты Устраним Для того Чтобы люди Получали ресурсы Итак Повторим 15 октября Срок Срока Я бы сказал Что Для кого-то Это будет завтра Для кого-то Послезавтра 15 это крайний срок 15 это крайний срок По тому объему Который Накопившийся Который уже давно Не получает Разовые отключения Они как были Так и будут Это горячая вода Еще раз повторим О чем мы говорили В начале Нашей беседы Отопление Отопление Крайний срок Получается 5 октября 5 октября Должен быть подключен Весь город Спасибо Спасибо большое Сергей Береснев Директор Кировского филиала Т-Плюс Денис Ерохин Запутат Кировской городу Председатель комиссии По транспорту ЖКХ И Олег Прохоренко Руководитель Пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс До новых встреч До свидания До свидания Тепло